Всем привет! Надеюсь у вас все хорошо и вы готовы к началу учебного года. Меня зовут Кудрявцев Александр и я являюсь методистом отдела обучения преподавать. Свой путь в SkySmart я начал преподавателем математики и за четыре года провел более трех тысяч уроков с учениками разного уровня и разных возрастов. Со многими из них я сталкивался с ситуацией, когда ребенок забывает пройденный материал спустя два занятия, спустя одно занятие и даже к следующему уроку. Я полагал, что решить проблему я могу через упорно домашние задания и регулярное повторение темы. В течение урока несколько раз повторить в конце занятия, повторить в начале следующего урока и так далее. И действительно эти способы являются эффективными, они помогают облегчить процесс запоминания, но я ошибался, полагая, что это единственные способы повлиять на ситуацию. На самом деле главная причина забывания, даже главные две причины, это методика преподавания предмета и то, как построена программа. И сегодня я помогу вам решить проблемы в организации учебных материалов и помогу научиться выбирать нужные способы подачи информации. В самом деле, чем реже мы что-то повторяем, тем быстрее мы забываем информацию. Это можно проверить, такой вывод можно сделать, опираясь на кривую Эббенгауза, которая показывает, что уже через час после того, как мы изучили что-то новое, мы забываем 60% полученной информации. Однако здесь стоит учитывать, что Эббенгауз проводил свой эксперимент на запоминание несвязанных между собой слогов, и сами слоги не имели никакого смысла. То есть Эббенгауз проверял возможности механической памяти человека. Отсюда можно сделать вывод о том, что чем больше взаимосвязи новой информации с нашим опытом, с нашими знаниями, с окружающей действительностью, тем легче нам запоминать новую информацию, тем дольше она будет забываться. Далеко за примером ходить не нужно. Вспомните себя в школьные годы или университетские, когда вы изучали предмет, насколько быстро вы тогда забывали информацию и насколько медленнее она забывается сейчас, с учетом того, что вы погружены максимально глубоко в ваш предмет. Опять же, далеко за примером ходить не нужно. Профессор университета Уэсли Генри Бахрик провел эксперимент, результаты которого показали, что студенты, изучающие испанский язык, в течение трех-четырех лет обладали довольно высоким процессом высокой скорости забывания новой информации. Однако, те, кто изучают предмет более 30 лет, они имеют забывание крайне незначительное, практически не влияющее на их уровень знаний. Много я говорю про забывание, давайте определим, что это такое. Забывание – это проблемы с доступностью информации и ее присутствием в памяти. Доступность информации – это легкость, с которой мы можем извлечь информацию из памяти. Присутствие – это наличие или отсутствие следа информации в памяти. Если мы подаем новую тему ученику и завершаем наш урок, то информация уже оказывается у ученика в памяти, и спустя любое количество времени, месяц, два, год, сложно будет оценить присутствие той или иной информации в памяти ученика, потому что всегда можно предположить, что ребенок не нашел нужного пути к этой информации, не нашел нужный признак воспроизведения. Поэтому необходимо влиять на доступность информации, которую ребенок получает и изучает. Чем больше будет, чем больше ученик понимает то, что он изучает, тем легче ему будет запоминать. И давайте поговорим о том, как на это влиять, на доступность информации, через объективные факторы, которые влияют на процесс забывания. Факторов будет четыре, разберем их по порядку. Первое – это форма предъявления информации. Как мы уже обсудили, опираясь на эксперимент Эбенгауза, мы приходим к выводу о том, что чем больше взаимосвязи между изучаемыми положениями, тем легче запомнить материал. И что важно учитывать на уроках в таком случае? Во-первых, важно объяснять, как информация связана с имеющимися знаниями ученика или с имеющейся у ребенка информации. Ну, например, изучая английский язык, вы можете разбирать новые слова. Новые слова по теме, неправильные формы глаголов и так далее. И эту информацию можно представить ученику в виде списка, который нужно запомнить, либо в виде словосочетаний, в виде контекста, в котором их можно применить, в виде различных конструкций, что позволит ребенку не только увидеть это слово, перевести его, но и применить, понять контекст и запомнить. Так, например, можно использовать фразеологизм, какие-то популярные словосочетания или же что-то, что связано с интересами ученика, что позволит ему значительно легче и быстрее запоминать новые слова. Также во время изучения новой темы важно там, где это необходимо, упрощать информацию, избегать сложной терминологии и деталей, чтобы ребенок начал с понимания и потом уже на это понимание наслаивались какие-то детали и важные нюансы, которые стоит учитывать. Например, опять же, изучая английский язык, можно изучить условные конструкции, все типы одновременно, все три типа, но в таком случае ребенок действительно начнет путаться в информации. Ведь кроме структуры у типов условных конструкций нет ничего общего. Контекст, способы применения, все отличается. И поэтому здесь логично изучить каждый вид, каждый тип условной конструкции друг за другом, как минимум, чтобы ребенок мог полностью проникнуться в тему и понять контекст той или иной условной конструкции. Следующий фактор, который влияет на процесс забывания, это структура. Как показал пример с условными конструкциями, важно выстраивать удобную для запоминания структуру занятий, структуру подачи материалов. И тем самым можно построить уроки таким образом, чтобы темы содержали как можно больше взаимосвязей друг с другом и легко было отсылаться к пройденному материалу. И при этом ребенок не перегружался новой информацией. Можно привести, опять же, пример из английского языка. Это изучение времени Present Perfect, который часто сравнивают с Pass Simple в самом начале изучения. Из-за этого ребенок может запутаться в различных формах глаголов, контексте употребления. И отсюда и получается, что дети путают эти два времени, допуская ошибки, например, в контрольных экзаменах или в любых проверках знаний. И тем более в употреблении. Из математики тоже могу привести пример. Наверняка, если вы изучали математику в школе, вы вспомните это словосочетание формулы сокращенного умножения, которые и на математике подают целым набором, который нужно запомнить и потом в дальнейшем применить. Отсюда и возникают проблемы у школьников с этой темы, потому что они не понимают, зачем эти формулы нужны, не понимают, почему один знак, почему плюс там, а минус в другом месте. И отсюда же поэтому они допускают ошибки. Поэтому важно выстраивать структуру таким образом, чтобы ребенок мог понять каждый ее этап. И если переходить к следующему фактору, который влияет на забывание информации, это объем информации, который вы подъете на уроке. По сути, он является, оценка объема является следствием двух предыдущих факторов. Это форма предъявления информации, то есть насколько подробно и насколько длинно вы будете объяснять новую тему, и также структура, то есть те блоки тем, которые вы будете внедрять в текущий урок. Так вот, при учете объема информации на занятии важно помнить о том, что вам необходимо время на то, чтобы информацию усвоить, включить ребенка, погрузить ребенка в контекст, связать с текущими знаниями. Это может происходить в форме игры, в форме диалога, в форме какой-то дискуссии. Важно, чтобы этому было уделено время, и ребенок мог не торопясь запомнить новую информацию. И действительно, это может отнимать часть времени урока, но на самом деле это сэкономит вам время в будущем, потому что на последующих занятиях вы будете значительно меньше сил и ресурсов тратить на повторение пройденных тем. И четвертый фактор, который влияет на забывание информации, это условия запоминания и условия воспроизведения информации. Условия запоминания это, по сути, обстоятельства, при которых ребенок изучает новую тему. То, на что мы не можем повлиять, это возрастные особенности ученика. Дети разных возрастов по-разному запоминают информацию. Это важно учитывать, но на это, как я уже сказал, повлиять мы не можем. Например, каким образом и в каком контексте ребенок изучает информацию, вот такие условия могут способствовать тому, чтобы ребенок ее быстрее запоминал. Например, если вы будете изучать новую тему в рамках игры или квеста, то в ходе прохождения квеста в этих условиях ребенку будет значительно проще и интереснее запоминать новые положения или применять текущие знания. Тем более, если говорить совсем про малышей, то ввиду их возрастных особенностей такой формат будет максимально положительно сказываться на результатах обучения. Важно сформировать у ребенка понимание того, что он будет изучать, зачем ему это нужно применить и так далее. Например, изучая какую-нибудь тему по английскому языку, например, путешествия, важно погрузить ребенка в контекст, определить, где ему это может пригодиться и так далее. Например, изучая Past Simple, важно поставить задачу научиться описывать некоторые действия в прошлом и разобраться, какие действия описываются временем Past Simple. Таким образом, надлежащие условия для того, чтобы ребенок комфортно запоминал информацию, позволяют как раз таки замедлить процесс ее забывания. И отсюда можно уже прийти к общему выводу. Учет всех четырех факторов позволит вам гармонично внедрить в вашу программу регулярную проверку знаний и повторение темы. Она не должна быть максимально часто и каждый час, чтобы 60% информации не забывалось. Но, тем не менее, при качественной структуре, разных формах предъявления информации и различных условиях на уроке, различных обстоятельствах, ваши ученики будут значительно легче и с удовольствием запоминать новую тему и значительно медленнее ее забывать. На этом я заканчиваю свою речь. Спасибо вам за внимание, хорошего начала учебного года и до связи.